До появления электросамокатов в России не было никаких проблем с их квалификацией в правилах дорожного движения. Но повсеместное появление этих средств передвижения резко увеличило количество ДТП. Еще в конце марта в сети интернет появилась информация о том, что якобы вышел новый закон, который поставил электросамокаты в один ряд с автомобилями и мотоциклами. А значит и отношение к ним теперь будет другим. Я понимаю, что там будут какие-то ограничения, но скорее всего не сильные. Просто это нужно для регулирования в целом этой деятельности, потому что на данный момент электросамокат даже еще не знают, каким транспортным средством он является. То есть где-то его приравнивают к велосипедам, где-то к пешеходам. В госавтоинспекции считают, что нововведения в правилах помогут снизить количество ДТП. Что касается того, можно ли ездить на электросамокате без прав или нельзя, Здесь все зависит от типа самоката и его индивидуальных характеристик. Обсуждение новых правил дорожного движения для водителей электротранспорта идет уже с 2017 года, когда на рынке появились инновационные, быстрые и мощные модели электросамокатов. До сих пор даже на законодательном уровне не до конца решен вопрос с электросамокатами. В настоящий момент их разделяют как бы на два вида по мощности двигателя. Если мощность двигателя больше 250 ватт, то данное транспортное средство можно отнести к мопеду или скутеру. Соответственно, и все требования правил дорожного движения необходимо будет выполнять как при движении на мопеде. В этом случае обязательно наличие водительского удостоверения и, соответственно, соблюдение всех требований безопасности. Официальная позиция ГИБДД сегодня звучит так. Бесправ на электросамокате сегодня можно ездить только в том случае, если вы используете маломощный агрегат. Он приравнивается к велосипеду и может использоваться также. Поэтому перед арендой или покупкой лучше предварительно уточнить технические характеристики. Сотрудники ГИБДД могут остановить на проверку любой электросамокат, независимо от того, с какой скоростью и где он ехал в конкретный момент. Если авария произошла в пешеходной зоне с участием обычного электросамоката, происшествие разбирается как конфликт между пешеходами, а не как ДТП. Многие дорожно-транспортные происшествия связаны именно с тем, что пересекают на самокатах пешеходные переходы, когда едут. За прошлый год у нас в Рязанской области было зарегистрировано с электросамокатами шесть дорожно-транспортных происшествий. С началом летнего сезона уже есть зарегистрированный случай с пострадавшими от таких водителей. Однако есть еще и дорожно-транспортные происшествия, когда участниками были либо дети, либо взрослые, которые передвигались на обычных, не на электросамокатах. Часто просто их, скажем так, характеристика такого дорожно-транспортного происшествия, как наезд на пешехода. Правила безопасности при использовании самокатов, конечно, превыше всего. При езде на тротуаре скорость не должна быть выше 20 км в час, а в парках и скверах не выше 15 км в час. Не кататься вдвоем. То есть это с точки зрения безопасности правильно. То есть каждый один человек должен стоять на одном самокате. Да, и плюс, ну, все-таки самокат, он не рассчитан, наверное, на двух человек, он все-таки выходит из строя так быстрее. Но все-таки в первую очередь это касаемо безопасности людей. Ну и соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения, да, то есть не кататься там прям по проезжей части в наглую, стараться все-таки соблюдать и не мешать пешеходам. Итак, еще раз. Права на электросамокат нужны вам будут в том случае, если у него мощность выше 250 ватт и потенциальная скорость больше 50 км в час. Все остальные маломоторные средства пока что в законе. Герман Гущин, Михаил Азуткин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».